Предание забвению самого себя К скверным последствиям грехов относится и то, что они заставляют раба Аллаха забыть о самом себе, о собственной душе Забывая же о собственной душе, он бросает ее, портит и губит Кто-то может спросить, как же может раб Аллаха забыть о собственной душе Если он забывает о собственной душе, то о чем же он тогда помнит? И что представляет собой это самозабвение? Ответить можно так Да, он действительно предает душу свою величайшему забвению Всевышний Аллах сказал Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха И он заставил их забыть самих себя Они нечестивцы Сура-сбор, аят 19 Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров О верующие! Не уподобляйтесь тем, кто отказался исполнять обязанности, возложенные на них Всевышним Из-за чего он заставил их забыть о собственном благе То есть о благих делах, которые помогли бы им спастись в судный день от мучений Такие люди названы нечестивцами Они вышли из повиновения Аллаху и его посланнику Мир ему и благословение Аллаха Тафсир Муясар Когда они забыли своего Всевышнего Господа Он предал их забвению и заставил их забыть самих себя Как сказал Всевышний Аллах Они забыли Аллаха и он предал их забвению Сура покаяния, аят 67 Таким образом Всевышний подверг их двойному наказанию Первое наказание заключалось в том, что он предал их забвению А вторым наказанием стало то, что он заставил их забыть самих себя Забвение, которому предает Всевышний Аллах своего раба Заключается в том, что он лишает его своей заботы, поддержки и помощи И тогда погибель оказывается ближе к нему, чем поднесенная карту рука Что же касается того, что он заставляет человека забыть самого себя То выражается это в том, что человек забывает о том, в чем благо для души его И о том, что делает ее счастливой и несет ей преуспеяние, благо и совершенство Всевышний делает так, что человек забывает обо всем этом Перестает думать об этом И не направляет на это свое внимание То есть мысли об этом даже не посещают его И соответственно он не предпочитает это благо всему остальному И он также заставляет его забыть о собственных недостатках, пороках и изъянах И ему не приходят в голову мысли о том, что с этими изъянами следует бороться И от этих пороков надлежит избавляться Всевышний также заставляет человека забыть о недугах сердца своего И его не посещают мысли о том, что его следует лечить И прилагать усилия для избавления его от этих недугов и хворей Которые ведут к скверным последствиям и погибели Сердце его тяжело больно И болезнь грозит привести его к гибели Однако он и не думает о лечении Это одно из самых тяжких наказаний Общих и особенных, постигающих человека Какое же наказание тяжелее наказания того Кто перестал заботиться о собственной душе Забыв о том, в чем благо для нее О ее недугах и лечении их О том, что несет ей счастье, преуспеяние, благо И нескончаемое блаженство в жизни вечной Тот, кто задумается об этом Непременно обнаружит, что большинство людей Действительно забыли самих себя Они оставили души свои без заботы и внимания Лишив их благой доли от Аллаха И продали их за ничтожную цену, потерпев убыток Они поймут это, когда к ним придет смерть И это самым ясным образом проявится в день взаимного обделения В день, когда раб Аллаха осознает, что оказался в убытке Заключив договор купли-продажи в этом мире И не преуспел в торговле, которую вел он в земной жизни для жизни вечной А ведь каждый из нас в этом мире ведет торговлю ради мира вечного Оказавшиеся в убытке, это люди, которые считают, что они получили прибыль и оказались в выигрыше Они купили земную жизнь со своей долей мирских благ в ней За мир вечный и свою долю наслаждения в нем Таким образом они истратили свои блага в этом мире Воспользовавшись и удовольствовавшись ими И успокоились, ни к чему более не стремясь Они трудились ради их обретения Ради этого они продавали, покупали, словом, ввели свою торговлю Они продали вечное за сиюминутное Обменяв отсроченное блаженство На присутствующие сейчас мирские блага Отказавшись от сокрытого Ради имеющегося у них сегодня И сказали, это то, в чем мы уверены Такой человек говорит Бери то, что видишь И оставь то, о чем только слышал Мол, как же можно продать присутствующее Мол, как же можно продать присутствующее Ощутимое и видимое в этом мире За отсутствующее, отсроченное Находящееся в другом мире Сюда добавляется еще слабость веры И сила влечений И любовь к наслаждениям жизни ближней И стремление поступать так Как поступают окружающие Большая часть людей заключает Такую убыточную сделку А ведь Всевышний Аллах Сказал о тех, кто ведет ее Они купили мирскую жизнь За последнюю жизнь Их мучения не будут облегчены И им не будет оказана помощь Сура Корова, аят восемьдесят шестой То есть это те, которые предпочитают мир Этот миру вечному И им не будет облегчено наказание И не будет у них помощника Который избавил бы их от этого наказания Тавсир Муясар И Всевышний сказал о них Но сделка не принесла им прибыли И они не последовали прямым путем Сура Корова, аят шестнадцатый В день взаимного обделения Они поймут, насколько убыточной Была заключенная ими сделка И их охватит горькое сожаление Что же касается получивших прибыль То это те, которые купили вечное Отказавшись от тленного Приобрели ценное Поступившись ничтожным Получили великое Пожертвовав незначительным Они сказали Что такое весь этот мир Со всем что в нем Чтобы нам продавать за него Нашу благую долю от Аллаха И счастье в мире вечном А что говорить о том Что получает от этого мира Раб Аллаха За короткую земную жизнь Она ведь подобна сновидению И ее нельзя даже сравнивать С миром вечным Всевышний Аллах сказал В тот день Аллах соберет их Словно они пробыли на земле Или в могилах Всего лишь один дневной час И они узнают друг друга Сура Юнус, аят сорок пятый И Всевышний Аллах сказал Тебя спрашивают о часе Когда же он настанет Что можешь ты сказать о нем Только твой Господь Ведает об этом Поистине ты всего лишь Предостерегающий увещеватель Для тех, кто опасается этого В день, когда они увидят его Им покажется, что они провели В этом мире Лишь после полуденные часы Или утра Сура вырывающие Аяты сорок два, сорок шесть Вот как толкуются эти аяты В одном из тавсиров Многобожники спрашивают тебя О посланник Издеваясь Когда же наступит час Которым ты угрожаешь им У тебя нет никакого знания Об этом Оно есть только у Всевышнего Аллаха И твое дело Предупреждать о судном дне Тех, кто страшится его В тот день, когда они увидят Наступление часа Им покажется, будто они провели В земной жизни Лишь столько Сколько проходит от полудня До захода солнца Или от восхода солнца До полудня Так ужасен будет час Тафсир муясар Всевышний Аллах сказал В тот день, когда они увидят То, что им обещано Им покажется, что они пробыли На земле всего лишь Час дня Сура пески Аят тридцать пятый И Всевышний Аллах сказал Он скажет Сколько лет вы пробыли на земле Они скажут Мы пробыли день Или часть дня Лучше спроси тех, кто вел счет Он скажет Вы пробыли немного Если бы вы только знали Сура верующие Аяты сто двенадцать Сто четырнадцать То есть Всевышний Аллах Обращает внимание этих людей На то Сколько упустили они За свою короткую земную жизнь Из проявлений покорности Аллаху И поклонения ему одному А если бы они проявили терпение На протяжении этой короткой земной жизни То преуспели бы Как преуспели его приближенные Богобоязненные Ибн Касир Тафсир Всевышний Аллах Также сказал В тот день Подуют в рог И в тот день Мы соберем грешников Почерневшими Они будут переговариваться Шепотом Вы пробыли там В земной жизни Всего десять дней Нам лучше знать О чем они будут говорить Самый примерный Из них скажет Вы пробыли там В земной жизни Всего один день Сура Паха Аяты 102-104 Так проявится в судный день Истинная сущность мира этого Понимая, что земная жизнь Очень коротка И что им предстоит Отправиться в другую обитель Обитель настоящей Вечной жизни И осознавая, что это Величайший убыток Продавать вечную обитель Затленную Некоторые люди поступили разумно И не стали заключать сделку Которую заключили глупцы И в день взаимного обделения Они увидят прибыль Которую получили И поймут ценность того Что приобрели Каждый человек в этом мире Продает и покупает Заключая сделки Ведь люди выходят По утрам по делам своим И среди них есть Продавший душу свою Аллаху посредством покорности ему И освободивший И погубивший ее Поистине Аллах Купил у верующих Их жизнь и имущество В обмен на рай Они сражаются на пути Аллаха Убивая и погибая Таково его обещание И обязательство В Таурате, Инджиле и Куране Кто выполняет свое обещание Лучше Аллаха Возрадуйтесь же сделке Которую вы заключили Это и есть великое преуспеяние Сура покаяния Аят 111 Это первый вклад в эту торговлю Так заключайте же сделку Они имущие Они способные заплатить нужную цену Есть другая цена И если вы способны уплатить ее То уплачивайте Обрадуй верующих Которые каются и поклоняются Восхваляют и постятся Совершают поясные и земные поклоны Побуждают к одобряемому И удерживают от порицаемого И соблюдают ограничения Аллаха Сура покаяния Аят 112 Вот как толкуется этот аят В одном из тавсиров Качеством верующих Которым обращается благая весть Об ожидающем их рае Относится то, что они Кающиеся Обращающиеся от неугодного Аллаху К тому, что угодно ему И любимо им Они поклоняются только Аллаху И усердствуют в покорности ему Они восхваляют Аллаха За все добро и зло Которым он испытывает их Они постятся И совершают поясные и земные поклоны В своей молитве Они велят людям то, что соответствует Велениям Аллаха и его посланника Мир ему и благословение Аллаха И удерживают их от запрещенного Аллахом И его посланником Да благословит его Аллах и приветствует Они делают то, что Аллах вменил им в обязанность Соблюдая его веления и запреты Они покорны ему И не приступают установленные им ограничения Обрадуй же, о пророк этих верующих Обладающих такими качествами Вестью о том, что их ожидает Довольство Аллаха и рай Тафсир Муясар О вы, которые уверовали Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас От мучительных страданий Веруйте в Аллаха и его посланника И усердствуйте на пути Аллаха Своим имуществом и своими душами Так будет лучше для вас Если бы вы только знали Сура Реды, аяты 10-11 Таким образом, грехи заставляют раба Аллаха Забыть о своей доле в этой прибыльной торговле И занимают его торговлей убыточной И это достаточно суровое наказание Аллах тот, кого просят о помощи